Добрый день, это «Смыслы недели», экспертиза знаковых событий с ведущими экспертами страны. Меня зовут Рустам Юнусов, я политический обозреватель, а со мной на связи сегодня редактор Федерал Пресс по южному и северо-кавказскому федеральному кругам Андрей Гуси. Андрей, привет! Доброго времени суток! Ну, начнем сразу же с актуальной темы недели, которая, казалось бы, осталась за кадром из-за взрыва в Бейруте, и, тем не менее, она вызвала споры в среде политиков и политтехнологов. Государственная дума вновь вернулась к вопросу о досрочном голосовании, и руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов допустил проведение процедуры в декабре уже этого года. Андрей, первый вопрос, собственно, к тебе. Вот как ты считаешь, действительно ли существует такая вероятность, чем она оправдана? Сразу скажу свою точку зрения. На мой взгляд, когда в марте выступал с такой инициативой депутат Карелин, вроде бы уже четко и ясно прозвучало, что никакого распуска Государственной думы, и тем более никаких досрочных выборов не будет. Это Государственная дума, будет сформирована ее новый состав, непосредственно срок выбора пройдут в 2021 году, как это и говорилось ранее. Ну, на самом деле, эта ситуация, уже становятся такие заявления систематичными, и надо обратить внимание, что все-таки это говорят какие-то у нас не таксисты, не конспирологи, не из разряда это комментарии, что там я вез человека, который знает там того-то из Госдумы, вот там что-то сказали. «Ребят, заявления делают вполне медийные вещицы, депутаты». Такие же мнения были и у чиновников. Это, на самом деле, очень важный момент. В принципе, они все разного политического уклада, представляют разные группы влияния и в целом политические взгляды. Поэтому своеобразно идет срез, и это смотрится реакция, на самом деле, общества. В том числе и у нас из-за коронавирусной инфекции немножко изменился отношение к правительству и в целом к системе власти. На самом деле, перенос выборов смотрится вполне логично, лично с моей точки зрения. Здесь есть несколько факторов. Первый, на самом деле, это то, что для голосования будет идти три дня. Все-таки, так или иначе, у нас все избирательные участки, они расположены, на самом деле, в объектах социального назначения. То есть, ну, школу, садик, если привести к примеру. Мы уже говорили о том, что, ну, это получается на три дня учебное заведение у нас уходит. В целом из четыре, да, если обрабатывается, грубо говоря, после выборов, все равно перед детьми надо будет против коронавируса, да, прости какие-то меры. Соответственно, мы получаем, что чуть ли не на пять дней у нас отличается целый, если говорить о выборах Госдумы, вся Россия, все обучение останавливается. Ну, понятно, это недопустимо, конечно, поэтому, в принципе, перенос на конец декабря, либо, грубо говоря, март, это вполне логично. Там как раз каникулы, вот, и поэтому, на самом деле, все вполне законно смотрится. Что касается Карелина, может быть, именно в тот момент, когда еще не было голосования по поправкам в Конституцию, да, тогда смотрелось это совершенно логично. Сейчас, вот, опять же, Федоров Презда тоже участвует в корректировке законодательства регионального. Сейчас поменялось к институту. Сейчас, вот как Лиша правильно сказал, будут приниматься по те нормы права, которые позволят применить измененный главный закон страны уже на местах. Применяется у справа, выпишется, наконец-то будет законодательность, как и на это вертикаль, потому что пока мы не поймем, что это, да, не существует у нас окон. После этого мы приходим, на самом деле, в другую Россию, да, у нас в другом уровне института общения и власти в целом вертикально, я повторюсь, да, регионы, опять же, взаимоотношения с мэрами, у нас поменяются полномочия, в том числе и в Государственной Думе, они существенно изменятся, у нас появится много дополнительных органов, скажем так, да, у нас, ну, вопрос трансфера стоит отдельный. Поэтому после принятия всех поправок, по сути, в этом Голдуме будет другой орган, другие полномочия, и она должна обновиться. Скажу вот так вот, как вот знаю, да, присутствовал на совещании, когда действительно обсуждался вопрос переноса, и под это подсчитывались и сроки, и бюджеты определенные, да, это действительно обсуждается на всех уровнях, и сценарии этих рассчитываются. Притом перенос именно на март, либо на декабрь, что, наверное, даже удобнее декабрь, будет конец декабря. Это очень хорошо в плане явки и в целом воле-воле изъявления. Так или иначе, сентябрь – это месяц, когда еще есть дача, когда есть туризм, в конце концов, и люди, ну, не будут у них голосовать, им проще поехать отдохнуть. Декабрь такой вообще хорошо, все готовятся к Новому году, никто никуда не едет, все копят, готовятся, что-то думают, поэтому трехдневное голосование там, оно будет вполне успешно, мне кажется, и по явке, и в целом. И плюс надо понимать, что перенос должен будет высчитываться, почему еще может быть такая нерасторопность с принятием решения. Так или иначе, никто в начале года не думал о том, что у нас будет такая ситуация в коронавирусе. Это сильно ударило не только по экономике, что логично, это ударило по самому социуму. Люди, они где-то озлоблены, где-то не понимают, что происходит. Здесь еще разговоры по поводу возможности, что что-то это обратно закроют. То есть настроение сейчас, оно нестабильное. Все будет зависеть на самом деле, как пройдут выборы 15 сентября, и что будет у нас до начала октября. Если мы в России не получим по большей части регионов значительного прироста заболевших, то, в принципе, настроение у людей будет вполне нормальное. Можно будет попытаться действительно это провернуть в декабре. Если же мы получим какие-то ограничения, это напряжение в обществе, люди не пойдут. Будет протестное голосование. Оно будет местомечко, я бы даже сказал, неконтролируемое. Если немножечко подогреть, это вообще страшная вещь. Тогда логичнее перенести на март момент, когда ограничения начнут сниматься. Это все-таки какая-то не какая-то позитивная волна. Плюс весенний настрой человека, он даже психологический. Он смотрится получше, человек себя чувствует лучше. Поэтому я считаю, что мы все-таки придем к тому, что голосование перенесут. Ну, вот с другой стороны, возникают вопросы и по юридической форме. Да, то есть вспомним опять-таки март. Ведь в марте, насколько мнение изменяет память, речь шла как раз-таки о в том числе поправке в Конституции, позволяющей Государственной Думе осуществить некий самороспуск. Вот как ты думаешь, что здесь может быть в плане того, как будет прописана эта мера, как она будет реализовываться, дадут ли полномочия такое депутатам на самороспуск. Либо это будет сделано по тем формам, которые уже сейчас имеются, когда президент, условно говоря, может распустить Государственную Думу. Ну, я думаю, что будет исполниться норма с президентом, на самом деле. Это вполне логично. Опять же, поправки, которые приняты, и те корректировки, которые, возможно, будут к нему идти, к ним, на самом деле, они позволяют распустить Госдуму и президенту, и устроить технический распуск. То есть вариантов достаточно много для этого. Я не вижу в этом никаких глобальных, с юридической точки зрения, трудностей. Скорее, больше трудностей в юридической стране мы увидим при переносе единого дня голосования и назначения, то есть обоснование назначения на определенную дату, здесь, наверное, будет сложнее. В целом, я не считаю, что это вообще какая-то проблема. Есть тысяча один законный способ. В любом случае, я думаю, что это сама Госдума может решить этот вопрос, знаешь, как и по отдельности. Не вижу проблем с юридической точки зрения. Ну, скорее всего, ну, действительно. А только я помню, там уже есть это прописано. Я прописал материал о возможном распуске, и я натыкался на нормы права и в старой версии, так сказать, законов наших. И надо понимать, что мы сейчас за полтора месяца поручим огромный пакет новых законов, которые пишутся в том числе и для того, чтобы позволить, допустим, да, могут, предполагают, пишутся, чтобы позволить провести самороспуск. То же самое. Ну, или не самороспуск, может быть, действительно, Владимир Владимирович или некто другой, там, может быть, распустит ее. Вдруг, на самом деле, может появиться и в законе о госсовете, пока которого нет. Например, функцию у госсовета, того же, распустить Государственную Думу, поэтому... Да, я почему так аккуратненько и сказал, что, может быть, Владимир Владимирович, а может быть, кто-то другой. И на самом деле надо еще посмотреть, как эта вся вертикаль будет встроена в Госдуму. Это вот тот самый закон о вертикали, о котором пишет, говорил, что пока нет, он работает. Потому что, как только мы разбирали поправки, как только они были приняты, и до этого, то есть, аналитическими материалами, была интересная история, то, что никто из экспертов и юристов не смог однозначно сказать, как вообще это будет выдать именно вертикаль, губернатор, глава региональной столицы. Потому что сейчас этого нет, и это понятие, оно настолько принято, оно настолько обширное в себе, что там может быть все что угодно. Поэтому понятно, что нам нужен этот закон, чтобы понимать, и, скорее всего, мы там увидим много-много новых оснований. И не только там, если говорить о губернаторах, не только утрата доверия, я думаю, что там будет достаточно много жестких рамок прописано для работы. Тем не менее, вернемся к заявлению Миронова. У экспертов мы поинтересовались вот по какому поводу. Заявление Миронова. Что это? Попытка пиара или это реальная перспектива? Отвечает политический консультант Виктор Потуремский. Вы знаете, я выскажу, может быть, странную такую даже конспирологическую идею, но тем не менее, вот в этой ситуации очень важно, кто эту фразу произносит. Мне кажется, что со стороны господина Миронова, это попытка привлечь внимание, мобилизовать, актуализировать тему выборов в Государственную Думу и в этом контексте, чтобы прозвучала «Справедливая Россия». Вот, вы знаете, мне это кажется просто вот такой вот пиар-ход не более. Тем не менее, ну вот реальные перспективы у «Справедливой России» есть, если гипотетически возможно досрочное голосование? Значит, у «Справедливой России» все не очень хорошо, вот прямо скажем. Могу процитировать там одного из своих респондентов со своих фокус-групп, которые там однажды произнесли фразу, на мой взгляд, такую показательную, что «Справедливая Россия», наверное, уже не функционирует. Вот этот вот глагол, на мой взгляд, очень хорошо характеризует ситуацию. У «Справедливой России» есть проблема, если говорить про страну в целом. Но тем не менее, у «Справедливой России» есть, ну скажем так, очаги, где она традиционно сильна. Ну, например, Республика Чувашия, Урал, Новосибирская область. Ну вот то, что приходит в память. Поэтому, скажем так, шансы на преодоление 5-процентного барьера, ну, мы, конечно, не делали в социологии, но попробуем, пробуем, как бы прогнозировать. В общем, с этим есть проблемы. Но есть некоторые регионы, в которых «Справедливой России» может быть локальный успех. Кроме этого, мы связались с политологом Дмитрием Журавлевым. Он также оценил вероятность засрочных выборов в Нижнюю палату парламента. Ну, я думаю, что это пробный шар. Я не знаю, от кого этот шар идет, от администрации президента или от фракции «Справедливой России», да? Потому что только в одном случае есть смысл переносить выборы. Если мы ждем вторую волну на момент тех, ну, когда будет срок. Но срок же довольно не скоро. А по поводу второй волны ничего до конца не понятно. Поэтому здесь, вот, знаете, непонятно, зачем этот перенос, что он даст. Фракции тоже не факт, что он что-то даст. Потому что «Справедливая Россия» все время балансирует на грани непрохождения в следующую думу. Если бы они были на подъеме, да, вот, тогда понятно. Досрочные выборы, пока ситуация хорошая, набрали мандатов. И честно сидим пять лет в думе. Но ведь этого же нет. Нет уверенности, что они попадут в следующую думу. Нельзя сказать, что они обречены не попасть. Но они вот как раз на границе. Поэтому, что касается фракции, то тоже непонятно зачем. Потому что, может быть, вы даже и правы, может быть, это просто пиар. Потому что, понимаете, вот этот вопрос о досрочных выборах, он был важен в ситуации перед голосованием по поправкам. Это был один из вариантов развития политической системы. Вот мы голосование проведем, думу уже выберем в рамках новой конституции. Да? Но это в действительности давало бы очень большую путаницу. Потому что, а кто должен утверждать решение референдума? Это же сам парламент должен был бы делать. А мы его уже распустили. Поэтому по этому пути не пошли и правильно сделали. А сейчас что это даст? Кому это принесет пользу, если мы голосовать будем в декабре? Что это изменит? Следующий вопрос только на первый взгляд кажется региональным. А на самом деле его масштаб куда более серьезнее. Патухасиков, глава Калмыкии, заразился коронавирусом. Стало об этом известно после того, как экс-боксер, а ныне чиновник, побывал в Сочи. Случай может оказаться масштабируемым. Андрей, вот ты как представитель Южного федерального округа, расскажи, действительно ли в скором времени, например, в Сочи или Адлер могут стать, что называется, рассадниками заразы, рассадниками инфекции. И если тебе не сложно, вот поделись подробностями ситуации с Батухасиковым. В чем тут самый главный парадокс? Ну, да, начинать надо разговор о Юде все-таки с Кариной Хачиковой, который не перестает сходить полос изданий южных по разным поводам. Мало хорошего, но в основном читает, скажем так, про него всякие его приключения. Это было приключение в Сочи. На самом деле в какой-то момент в ряде источников появилась информация, что глава Калмыкии потерялся. То есть он не появлялся на мероприятиях, не было никакой информации, выяснилось, что значит он у нас ушел в офис. Потом появились фотографии из Сочи, где господин Хасиков с людьми фотографируется, ну, никаких там социальных дистанций, не отброс, фотографируется, ну, как он же боксер выше, и кто в этом плане узнаваемый. То есть ты губернатор, а в качестве экспортсмена надо признать действительно в этом плане узнаваемый серьезный. Вернулся вот он из Сочи и путя какое-то время записал обращение по всему да, он заразился коронавирусом, слава богу, родителей не заразил, но вот правительство там сейчас вопрос, как это будет все выглядеть, потому что он успел по всему контактировать и поговорить. На самом деле эта история показательна не в плане там поведения странного по всему классику, когда он поговорил в 100 дней практически без социальной дистанции, без маски, хотя сам возвращается в республику и говорит ребята носите маски, соблюдайте дистанцию, не стойте с тужими людьми рядом и тут же выкладывают фотографии, где он это делает. это ладно, это отдельная песня. Я хотел вот что почитнуть в этой истории и возвращусь к вопросу взроссадников. То есть вот у нас некий турист, пускай даже Бату его зовут, поехал он значит отдыхать. Ну, лето, ограничения сняты, почему нет, все законно. Вот он добрался на море, неважно каким способом. Он где-то жил, он вряд ли он в палатке отшельником где-то в горах там, или уплыл на матрасе черти куда и сказал я к вам не подплыву, у меня социальная дистанция полтора километра от берега. Нет, такого я даже думаю не было. Я думаю, что только ушел и вряд ли он бегал на дальние пляжи где-то людей ловить рыбу и там уезжали. Хотя это нельзя делать. Вылаз запрещен. Вот. Соответственно, он со всеми контактировал. Он в какой-то момент и он вернулся обратно, то есть поехал тоже обратно, он не телепортировался, он поехал так, что он контактировал с людьми. У нас, вот если разобраться по статистике, которая ведет Роспотребнадзора правительства, у нас заражений нет. Хотя мы все прекрасно понимаем, что большой-большой-большой долей вероятности, ну, исключать нельзя, он зародился в Сочи. В случае станет чем показателем? Потому что так сейчас будет происходить на самом деле очень, ну, как мне, как-то, могу, да, сейчас за фейк привлеку, вот, очень часто. Потому что люди, ну, инкубационный период, на самом деле, коронавирус известен, да, не просто Акроспотребнадзор считает, что в центре берется именно на 8 дней, то есть 7 плюс 1, половину инкубационного периода один день. То есть люди в большинстве своем приезжают на, ну, 5 дней, ну, на неделю потолок, да, и уезжают обратно. Соответственно, вот они приехали на какой-то день, они это подцепили как бы, как бы, за вкусным хасиков и вернулись к себе домой. Примерно статистика в Краснодарском крае это не учитывает, потому что они же выявлен случай там, в другом регионе. А теперь представим, вот вернемся к этому же Хасикову и в целом ситуацию рассмотрим. Люди все живут между собой там, общаются, если там кафе пересекаются, потому что там особые меры не всегда соблюдают. И вот они разъезжаются по дороге, они разъезжаются еще с какими-то людьми контактировали. Как вот Хасиков, да, с одним поконтактировал, тот с другим, тот с третьим. Вот они все дружно потом пожили в разных гостиницах, поели в разном кафе и решили они разным способом уехать. Поездом есть и такие там отчаянные люди, которые ради пяти дней отдыха еще пять тресунков в поезде. Ну вот, кто-то поехал в самолет, полетел самолетом, кто-то как-то, и вот они поехали в свои регионы, вышли к себе на работу, приехали в свои семьи, пошли к бабушкам показывать фотки, как они отдохнули с ребенком. И вот в принципе зараза будет появляться, как мне кажется, периодически именно в тех регионах, не на Краснодарском крае, хотя по сути назвать Черноморское побережье Крыма и Кубани наверное неким рассадником можно уже, потому что заражение есть, сколько было случаев, когда там хит-спортсмены там у нас были недавно депутаты, тоже выявлены случаи заражения именно на Черном море. Но Хасиков это показатель того, что турист будет в статистике того региона, то есть заражение это есть, понятно, где он его взял. Вопрос, что он пошел туда в статистике. На самом деле эксперты, вот если говорить уже не просто каких-то просто про странных экспертов, а именно о врачах, которые о том числе в Европотребнагоре, они тоже прогнозируют всплеск заражений уже к сентябрю, когда все туристы вернутся, когда пройдет, не просто они вернутся, приехали, мы заболели. Нет, когда пройдет инкубационный период. Соответственно, та же самая ситуация, кстати, происходит и в Турции. Без шоков. Было сказано, что у них всплеск заболеваемости. Хорошо, но если посмотреть на карту всплеска заболеваемости, мы увидим Краснодарский край, на самом деле. то есть на побережье, на курортах заражений нет, заражений есть в оседлых городах, то есть это там, где просто, ну, просто живут люди и работают, то есть тогда не ездят такими толпами туристы, и максимум эти же как раз города, если Краснодар, да, вот идет розыгрызм, заболеваемость, ребят, ну, весь Краснодар в пятницу, в обед, уже пробка на выезд, с 12 дня в сторону моря, туда уже все не проедешь. В воскресенье, если ты поехал после четырех с моря, ну, подъезжаешь к Краснодару, ты простоишь до глубокой ночи на въезде. Соответственно, и там такая же ситуация. Поэтому я бы, на самом деле, подытоживая, да, все это, сказал бы, что, по сути, вот мое мнение, не профильный эксперт, но я смотрю, вот ситуацию с Хаси, ребят, да мы уже рассадник, зараза, надо понимать. И, как бы, вопрос, а лукнется ли это Краснодарскому краю, или там, тому же саму Крыму, не думают, потому что большая часть туристов, ну, не то, что больше, то все туристы, все равно разъедутся по другим регионам. На самом деле, наших именно туристов мест, то есть, кто из Крыма едет на море, да, там, в других городах, или там, с Краснодарского края едут на море, их не так много, как кажется. Поэтому, тем более, закрытые границы сейчас, ну, побольше, сейчас закрытые были, да, сейчас очень-очень много людей, надо понимать, что сейчас самый пик там идет, где-то, вот, ну, к середине сентября надо смотреть фактистику по регионам, и, наверное, прав был тот, не помню, Уфа, по-моему, город, который при прилете из Сочи проводил всем принудительных тест на коронавирус. Наверное, это, ну, разумный способ огородиться. То есть, прилетел, вот он, тест, свободен, если чисто проходить, другой вопрос, непонятно, как они контролировать будут поезда с Кучей перекладных, да, через Ростов можно полететь, например, если поезд, это самолет, если поезд, вообще не проверяют, а на машинах. То есть, попытка вот такая была сделать, я считаю, это правильным, может быть, действительно, есть смысл контролировать заразу на прилетке. Ну, это мое мнение. Ну, тем не менее, что могу сказать о своем регионе, что действительно Краснодарский край это самое, безусловно, самое популярное направление, что, безусловно, очень много и москвичей, и жителей ее области, даже уже, вот, когда стало известно о том, что границы с Турцией, а вот недавно с Черногои открываются, нет, они не полетели за границу, большая часть абсолютно и показывает даже не статистика, а очереди в аэропортах, которые постоянно там показываются, транслируются на региональных каналах, они говорят о том, что вот именно Краснодарский край, Крым, это самые популярные направления. Тем не менее, сама Москва, сама Москва за последнее время стала активно, очень активно пропагандировать, что называется, масочный режим. Понятное дело, что у нас уже ограничения по маскам сняли, если не в общественном транспорте ты находишься, а и не в магазине, не в аптеке давно, то есть по улице свободно можно передвигаться без маски, а вот в общественном транспорте и в магазинах, в аптеках, в общем, в любых местах массового скопления людей, конечно, здесь запрет не снят, здесь нужно обязательно ходить в маске, действовать такое ограничение, и какое-то время на это смотрели, так что ничего страшного тут, если кто-то не надевает, вроде как тут мы сейчас снимаем постепенно ограничения, на это можно смотреть просто вот как на такое проявление, что ли, нашего отечественного характера, когда вот чуть-чуть воли дали, можно и значит и в масках, и не в масках, там ходить в общественных местах, где угодно, но вот сейчас начинается стадия, когда, что называется, кнутом пытаются людей заставить маски носить, стадия штрафов активная, при этом на лентах информагентств, только вот за последнюю неделю можно было прочитать несколько новостей, вот в заголовках буквально было, что на общественном транспорте пассажиров оштрафовали в Москве на 210 миллионов рублей, плюс к этому постоянно идет информация, вот буквально вчера и позавчера были опубликованы тоже новостные заметки на сайтах информагентств о том, что закрываются торговые точки, закрываются магазины, где продаются продукты за то, что они как раз-таки не отвечают санитарным требованиям, либо где-то продавцы ходят без маски, либо где-то посетители тоже пренебрегают правилами, и им за это, разумеется, никаких замечаний не делают. и вот тут как раз-таки с масочным режимом возникает вопрос, вот поможет ли такой метод кнута, ведь я как понимаю, что не только в Москве, у вас ведь тоже масочный режим активно сейчас пропагандируется, вот, и назревает, да, такой вопрос, а если регионы будут активно наказывать бизнес и население, собственно, поможет ли это, мы спросили у политического консультанта Алены Август, давайте послушаем. Понимаете, к сожалению, пандемия показала, что у нас власти, они мечутся тоже в поисках правильного решения, и этого правильного решения, золотой середины, пока ни у кого нет, потому что мы понимаем, что, допустим, в Москве достаточно жестко установлен был режим, и там придумывали новые какие-то методы загнать людей в дома, цифровой шейник и все такое, да, я сама две недели сидела совершенно незаслуженно, когда я предъявлю Сергею Семеновичу, вот, а потом, так как поняли, что люди уже на грани, а люди действительно были на грани, три месяца дома это тяжеловато, вот, и решили ослабить, а так как у нас привыкли, что, да, праздник должен быть праздником, то, в общем-то, меры снимали достаточно быстро, сейчас получается, что сначала было полное непонимание, то есть серая пелена, люди вообще не понимали, что происходит, очень во многих регионах губернаторы, к сожалению, даже не ставили в известность. Ну и заключительный, пожалуй, вопрос на повестке недели, разумеется, он связан тоже с коронавирусом, ждать ли нам второй волны. Андрей, ты много работаешь со штабами, активно включен в эту тему, понятно, что в Краснодарском крае сейчас наплыв туристов, этому уже обсудили, в регионах России тоже повсеместно наплыв туристов, могу сказать, что, вот, допустим, из истории своей семьи у нас большие проблемы возникали, потому что у меня, так скажем, мама работает с туристическим бизнесом, сейчас все начало открываться, и вот по Волге туристы тоже уже поплыли на теплоходах, хотя, казалось бы, да, что после крушения там в Булгарии на какое-то время начался сильный спад, и, возможно, эта отрасль бы в этом году просто, эта часть туризма в этом году просто оказалась бы мертвой, да, но, тем не менее, будут даже и на теплоходах люди. В СМИ распространяется активно информация, что, вот, допустим, в Москве 20 сентября вновь будет введен карантин. На это все есть, собственно, ответы официальные, постоянно Сергей Собянин, когда он дает различные интервью разным изданиям, всегда подсчет, что карантинные меры водиться повторно в Москве не будут. Но с тем же регионы по сути сейчас, как я понимаю, молчат. По поводу возвращения самоизоляции, цифровых выпусков, всевозможных ограничений. Вот хотелось бы, скажем так, больше у тебя уточнить, что происходит в регионах, как сейчас власти смотрят вообще на вероятность возвращения ограничительных мер. В первую очередь надо сказать, есть там ЕС Собянин и Владимир Владимирович Путин, которые сказали, что карантин мы водить не будем. Они не врут. Это надо понимать. Такового карантина в принципе не будет. Но вопрос, какие ограничения вернутся, это вопрос отдельный. Ведь режим повышенной готовности действует, все хорошо. На самом деле тема возвращения этих ограничений, возможности закрытия границ в регионах, оно обсуждается. Действительно обсуждается в регионах. Но если не верить слухам, а смотреть внимательно на происходящее, то мы должны учесть, как прошла у нас первая волна именно карантина и всеобщая социальная изоляция. За это время на самом деле был наработан на патионной коечнике. Были там привезены тесты те же самые, были подготовлены больницы, сотрудники, опять же, зараза новая, больницы привыкали к ним в любом случае. Купленные аппараты ИВЛ те же самые, стоят в принципе. Поэтому я вот только сегодня у меня вышел антистический материал по этому поводу. То есть надо смотреть, как снимались ограничения. Для снятия ограничений есть три показателя на самом деле. Это стояние коечного фонда, это количество тестов, которые делаются на определенное количество населения. И коэффициент распространения коронавируса, который считается, я уже говорил, за 8 минут. последние 8 дней это выводит коэффициент. Это, по сути, сколько человек может заразить, у кого коронавирус, перед тем, как он попадет за нас в больницу и дальше. На самом деле вот именно коэффициент он станет определяющим. Но пока он говорит на самом деле об относительном спокойствии. Притом, ряд регионов на самом деле делал аккуратные замечания. Например, губернаторы комментировали закрытие границ, которое было. Они говорили, что границ мы закрывать уже так не будем. Так вот, по сути, ограничений-то не будет. Будет ситуация, опять же, в случае вспышки, мы не говорим, что, например, 100% случится во всех городах. Те ступени, которые Роспотребнадзор определил в качестве этапа выхода из режима ограничений, по сути, они же будут идти в обратном порядке. Почему не будет полной самоизоляции? но, повторюсь, регионы уже готовы. Сейчас, да, и не только в Москве пропагандируют о том, что надо носить маски, чтобы как раз не получить эти ограничения обратно. Ужесточают режим. Вот только сегодня Алексей Копайгородский, глава Сочи, сказал, что там вообще все будет очень-очень все жестко. В Краснодаре тоже об этом говорят. В Ростове. Ну, сложно назвать город, который, вот об этом не говорят сейчас, в Севастополе, прямой эфир был у губернатора, разложает тоже это все. Но здесь, как мне кажется, чиновники лукавят. На самом деле, поставьте себя на место любого главы района, даже небольшого района, либо округа там. Вот, допустим, я живу, у меня округ, мой он, он 500 тысяч человек. Это в нем проживают только официально. Плюс не официально, зависит значительно больше. И вот, поставьте себя на место чиновника, которому надо проконтролировать полностью этот округ, чтобы все носили маски в частных местах. Подумайте, сколько, вот подумай сам, сколько у тебя магазинов вокруг, даже мелких, крупных, торговых центров. Я не говорю только про продуктовые, или которые только ты ходишь. какие-то мы проходим мимо, там особо не замечаем, не знаю, силу, животным, корм, еще что-то, какая-то одежда, магазин, в который мы не ходим, или ходим, но редко. Представьте, сколько надо людей, чтобы хотя бы раз в день это проконтролировать. Я молчу просто про транспорт, которого возьмем, давайте, частные, муниципальные такси и посчитаем их количество, просто количество транспорта. Проконтролировать это теоретически невозможно, если говорить с стороны чиновников. Наверное, здесь надо вводить более жесткую систему штрафов, чтобы мы не скатились обратно в ограничение. Но мы такие люди, мы не будем, россияне не будут делать добровольно, действительно добровольно ограничивать себя и носить маску. Ну не будут, у нас нет осознательности. Правильно сказал, что начали снимать ограничения, и люди подумают, да значит, и это можно, и вот так можно, ну раз уж снимают, то господи. Ну на самом деле, говорю, вот практика зарубежных стран говорит о том, что даже маска спущенная вот так, этот штраф приценивается как будто маски нет совсем. То есть между этими понятиями действительности смотреть на разъяснения врачей, никаких, ну различий нет. И штрафы, надо сказать, по большей части стран говорят, это не секрет, они есть в общем доступе, да, посмотреть, как они, цифры, да, проценты, при том не просто там по отношению к рублю или к российской зарплате, нет, посмотрите, в средней зарплате той страны, где штрафуют. Штрафы весьма серьезные, и надо признать, что силы действованы там много. У нас же проблема в другом, у нас, ну некому. Прошла реформа, полиция сократили, да, Росгвардия отдельная история, чиновников там порезали, это еще куча задач сверху, которые тоже никто не снимал. Поэтому проконтролировать этот объем теоретически невозможно. Поэтому, вот опять же, подводя итог, вот скажу, что в принципе схема возможного возврата ограничений, а я вот, личное мнение, считаю, что мы все равно на какой-то этапу, что закрытие торговых центров либо точек общественного питания мы придем. Действительно, ну, Роспотребнадзор отчасти был прав, когда открывался в последнюю очередь. Вот. Мы все равно вернемся. Другой момент, что у нас уже работана определенная практика, и может быть, это будет не так жестко и не так сразу. Понятно, что Роспотребнадзор тоже при принятии решения должен учитывать на самом деле состояние бизнеса и экономики. Но вот последней репликой хочу сказать самую, наверное, непопулярную фразу, которую можно сказать вообще на самом деле об этой ситуации. Мое личное мнение, что часть ограничений уже надо было ввести обратно. И на самом деле пускай туристический сезон прошел бы, если говорить о юге, да, как-то странно. Пускай это куча неудобств летом, потому что привычного лета нет. И что мы сняли ограничения, что мы не сняли, его привычного лета в этом году не будет. Год 2020 можно как бы вычеркнуть, да, но он не уложится ни в одну схему. Но если сейчас губернаторы порой боятся, как мне кажется, визуально, я смотрю, есть количество зараженных, есть очаги, есть коэффициент отстроения коронавируса, все прозрачно, все видно. Есть рекомендации Роспотребнадзора, они тоже прозрачные, они опубликованы. И если губернатор сейчас какой-то определенный боится ввести эти ограничения, ну, как же рейтинг упадет, елки, тут еще и выборы на нас, и у тех же губернаторов, которые нам надо вводить. Ну, какая недальновидность и боязнь принять, как любит говорить Владимир Владимирович, непопулярные решения, на самом деле придет к одному. Мы не отошли от прошлого удара по экономике из коронавируса, это очевидно. Даже мы сейчас не сознаем еще всех последствий, мне кажется, которые будут. Здесь вопрос даже не только экономики, и в целом по здоровью, и перспективы так, части вопросов весьма туманны, да, сколько можно вертолетами, скрывать деньгами какие-то дополнительные. Но если сейчас не принять непопулярное решение, не закрыть, что надо было сделать еще пару недель назад, на самом деле, ну, по моим ощущениям, двум регионам, допустим, та же самая Калмыкия, ну, там у них вообще коэффициент большой, то мы просто вторую волну, которая наложится на первую, экономику войдет в резонанс. Как вот есть резонанс, вот мы потерялись, вот они вместе, и тогда это может привести к действительно полному провалу, который восстановить уже не получится, не то, что там в ближайшие два года, как говорят там о 2020 году. Если мы на вторую волну попадем, то, ребят, ну, как бы тут еще вопрос до 30-го бы восстановиться, потому что мы рухнем так, мало не покажется. Поэтому вот мое личное мнение, что ограничения, во-первых, будут, во-вторых, я бы на месте некоторых губернаторов, особенно, которые там у нас любители анонсировать штаб, но потом его не собирать, вообще удивительные ребята, вот, я бы уже давно ввел. И рейтинг рейтингом, ну, все мы понимаем, как проходят выборы, и уж не настолько сильно введение ограничений, скажем, на количество голосов за или просто. Мое мнение, это будет, и уже давно пора работать. Ну, да, здесь выбор такой, либо коммунитарная катастрофа, либо экономическая. Ну, да, да. Между тем, мы поинтересовались у экспертов, как вот с политической точки зрения, может быть, складываться, может, реализована быть вторая волна карантина, если ее так можно назвать, ну, вторая волна коронавируса существует, почему бы не назвать вторую волну карантина. Вот, кто будет принимать решение, если и будет, то насколько это вообще опасно для рейтингов главсубъектов? На наши вопросы ответил политтехнолог Константин Калачев. Давайте послушаем. Я думаю, что губернаторы будут смотреть в сторону федерального центра, и все рассказы о том, что якобы в сентябре Москва вернет карантин электронный пропуска или что-то дело не ограничится одной Москвой в других регионах вернут карантин. Все это страняется в фабриках, в соцсетях, да, и собственно говоря становится элементом народной повестки, потому что понятно, что люди переживают за возможность второй волны карантинных ограничений, и это естественно обсуждается. То ли в сентябре у нас будет вторая волна коронавируса, будет карантин опять до Нового года или до весны, то ли не будет. Вот, я-то думаю, что, ну, знаете, есть на самом деле запросы политической целесообразности, но единственный день голосования в сентябре вроде не есть всяких таких рисков и угроз, которые требовали бы немедленного объявления после выборов карантина, да, для того, чтобы не допустить массовых протестов. У нас и после голосования по поправкам массовых протестов таковых не было, есть Хабаровск, но это отдельная история, совершенно отдельный кейс. да, в общем, по мне, так это все на самом деле сейчас напоминает просто то ли городскую легенду, да, то ли желание кого-то ситуацию раскачать. Вот, потому что, ну, откровенно говоря, что касается второй волны карантина, можно еще понять, скажем, усиление масочного режима и желание поправить дела бюджета за счет штрафов, да, но рисковать экономикой, я думаю, никто не будет, никто не готов. Я думаю, что здорового карантина просто не может быть, потому что экономика его просто не потянет. именно поэтому ни один губернатор сейчас, наверное, не возьмет на себя ответственность закрывать регион, да, возвращать ограничения в полном объеме. Так что я бы по этому поводу за губернаторов не сильно переживал. На этом наш выпуск завершен. Ставьте лайки, подписывайтесь, ну и главное берегите себя. Всего доброго, не верьте слухам, читайте Федерал Пресс.